Добрый день, друзья! Сходил я на базарчик, кое-чего купил. Не знаю, с чего буду начинать. Ну, начну вот с этого сейчас. Красавца. Оба! Это у нас, по-моему, опять забыл, то ли Днепропетровский, то ли Дзержинский, по-моему, Днепропетровский. Что-то там тепловоза ремонтный или строительный, заводный. Ну, не самый, он считается, лучший, но и не самый плохой. Такой, это уже ближе к полуфуганку. По такой народной классификации есть четверка. Четверка, она вот такой вот длины, то есть, ну, как бы, по размерам. Есть пятерка чуть длиннейшая, а это уже ближе, там, шестерка. Или что-то такое среднее между пятеркой и шестеркой. Лезвие здесь вот шире, чем на таком, ну, таком, скажем, классическом, классического размера рубанке. 60, по-моему, миллиметров или 65, я что-то уже не помню. Вот, то есть, такой вот. Ну, как видите, в отличнейшем состоянии. То есть, ни ржавчины, ни каких-то вот этих. Ям, там, это такое ощущение, что вот заводская шлифовка на подошве. Единственное, что-то винтик, как-то плохо винчивать, может, заменю. Ну, это, скорее всего, делали так с самого начала. Потому что, как-то, такое ощущение, что и практически не пользовались. Вот. Ну, то есть, какие-то есть некоторые неровности, но легко устранены. Вот, 300 рулей всего отдал. Вот такой вот. Тоже в отличном состоянии. Купил за 150. Сейчас, там, на одном сайте объявлений, такой же продают за 1500. Но 1500 он, конечно, не стоит по нынешним деньгам. Я их где-то по 350 продаю. Ну, то есть, плюс-минус 50 рублей. Вот. Как тоже видите, подошва в отличном состоянии. Нож длинный. Потом, нож, скорее всего, не родной. По-моему, у него более короткий. Но я могу ошибаться. Изначально. Ну, а может, такой. Вот. По-моему, N какой-то Z. По-моему, Новосибирский это завод, если я сейчас не путаю. Пластиковые ручки. Ну, то есть, такой, как говорится, рабочая лошадка. То есть, ничего хорошего, ничего плохого. Для такой грубой обработки предварительной. Вполне неплохо. Вот. Дальше. А где третий? А, вот. Купил еще вот такого рубаночка. За сотенку. Что у нас тут написано? То ли ЦКМ, то ли ПКМ. Какая-то вот такая. КМ четко читает. Алюминиевая рукоятка. Вот. То есть, для... Практически цена металлолома. Ну, не цена металлолома. Он 800 грамм этот весит из-за вот тяжелой рукоятки. То есть, как-то в Советском Союзе вроде и это. Иногда, иногда вот пластиковая ничем не хуже была бы. Ну, хотя, может, пластики тогда были не так распространены. Была бы легче. И это. Вот. Подошва штампованная. Вот. Чем интересна? Здесь вот такая выемочка, прорезь. Он можно выбирать четверть. Вот этим рубанком. То есть, для каких-то таких вот... Какой-нибудь в сарае дверь сделать, чтобы выбрать в косяке. Или еще где-то. Вот. Для каких-то таких целей вполне пригоден. Кстати, не знаю, зачем нужны, но здесь вот есть две дырочки. Два отверстия в подошве. Возможно... А, так там резьба спереди. Возможно, изначально здесь был предусмотрен какой-то упор. Ну, раз он четверть выбирает. Ну, вообще, для выборки четверти не так много было рубанков. Ну, вот он такой универсальный Сестрорецкий. Такая же копия, как Сестрорецкий был еще один. Так, я сейчас не вспомню, какого завода. Какой же завод-то делал? Возможно, в Иксунский дробильно размок. Ну, не помню точно. Потом у него комплект даже больше был, чем у Восковского. Там он больше мог. Вот. Ну, это... Вот. Вот получается вот этот... Который этот, как он назывался... Шпунтубель. Восковский, маленький. Ну, он, по-моему, четверть, я не помню, был. Ну, наверное, можно выбирать, где он был четверть. Вот. По большому счету, наверное, и все. Ну, и вот этот. Ну, возможно, чего-то я не знаю. Ну, скорее всего, я много чего не знаю. Дальше. Чем интересном. Купил сверлышко. Давно оно валялось. Полтинник. Что-то АЯ. А.Я. Точка. 32 мм. Это вот под старинный коловорот. Они редко бывают. Состояние очень хорошее. Даже можно... Ну, если чуть-чуть подточить, так вообще... Ну, не знаю, насколько мне надо, 32 мм. Ну, пускай будет для комплекта. Дальше, дальше, дальше. Дальше купил вот такой вот ключ интересный. То есть он... Вот. То есть он чуть смазать. И он будет раз. Вот видите. Так, он разводится, так он сжимается. Но он как-то непонятно, до каких пределов. То ли вот... Ну, и какая-то вот такая конструкция получается. Вот. Ну, не знаю, насколько просто стало забавно. Что-то отдал 100 рублей с горячей. Ну, не знаю, насколько это мне надо. Насколько это хорошая вещь. Вот. Такое ощущение, что он не цельный вот этот. А как будто вот он сварен. То есть счетчики, средняя часть. Ну, не знаю. Вот. Цена рубль 50. Есть вот на 12 сзади. Вот. Вот. Хочу сегодня попробовать баллон менять. Там, по-моему, если там не больше гайка. Да нет, по-моему, меньше. Вот. Это такая. Удобно, что мы не надо как вот на таком разводить. Оно как-то там люфтит. А ты это под этой, то здесь раз. Надо сматывать, чтобы оно легко раз и пошел. Откручивать. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, попадаются такие редко. Может, какая-нибудь такая редкость. Вот. 100 рублей отдал. И к нему еще мне две этих. Как они называются? А, ну, твердость плавная. Вот эти вот пластины для сменные. Пятиугольные, треугольные. Ну, и знают люди. Вот. Купил за полтинник вот такой ключ. К нему дали в нагрузку вот такую печать. Хотя, вначале хотел тоже такую полтинку. Но мне она просто не нужна печать. Ну, кстати, известная производитель оснастки для печати. Ну, не знаю. Ее перепродать очень сложно. Ну, потому что кто открывает ферму, там, вот, допустим, за сколько ее перепродать? Там, за 100 рублей. А в магазине, там, допустим, допускай, даже она 500 стоит. Ну, это очень редко кто-то там пойдет искать какую-то оснастку в этом, чтобы там сэкономить. Ну, скорее всего, если человек бизнесом занимается, ему не до этого часто. Опять же, ему все равно ехать в контору, где заказывать печати. Вот. Ну, а, ее немножко испортили. Если бы она была не порчена, тогда бы она, может, что-то еще и... Здесь вот такой еще просто шоркнули напильником, поглядеть, из чего она сделана. Не знаю, по-моему, это алюминий. Мне они утверждают, что это латун. Какой-то уж он белый. Возможно, она комбинированная. То есть, вот, ручка может быть алюминий хромированной, а низ, допустим. Ну, чтобы здесь резьбу сделать нормально. Даже наклеена какая-то резинка, там кто-то, какой-то ЧП, ИП. Вот. Не знаю. То есть, люди... Кто-то, видимо, пошел куда-то в контору, какие-то документы, своровал печать, сдал в металлолом. Или там его обидели, или что-то, не знаю. Если бы сам хозяин, наверное, бы он оторвал, там, выкинул. Дальше. Зачем-то купил вот такую вот емкость. Крышка эта сам подгонял продавец. То есть, она не отсюда. Вот ее. Ну, может, получится. Вот, ну, ок, я проверил. Если человек не догадался, проверить, она, на самом деле, сделана как ну, диаметр банки обычной стеклянной. Сделан такой же ободок, и сюда одевается просто корышка. Ну, полиэтиленовая обычная, стандартная. Вот. Немножко толстоват, потому что он сварен из нержавейки. То есть, именно сварен. То есть, это не гнут. Как-то это все дно приварено. Это выточено на токарном горловине, или от чего-то. Я не знаю. И приваренные стенки. Вот здесь вот видно один шов. Снутри, снаружи зачищен. Для чего может такая штука? Ну, почему мне она понравилась? Отличная вещь для похода. Где-то вот, я не знаю, ну, пол-литра, 0,7 здесь где-то. Может, 0,75, ну, вот такой объем. Или сколько там? Какая-то 600-граммовая банка. Как раз подвесил, или там поставил в костерок, согрел. Получается, попил чаю, заварил какой-нибудь чойс, и, там, не знаю, ну, или какую-нибудь там, картошку быстро, такую растворимую, как раз, на одну еду. Опять же, набрал воды, закрыл крышечки, поставил. Ну, если ее там не сдергивать, то она не прольется. Единственное, немножко тяжеловато. Вот, потому что стенка толстая, ну, с другой стороны, если вот какой-то такой, для какой-нибудь такой вот вылазки на природу, на рыбалку, да, но когда, ну, вес не критичен, то зато оно фиг прогорит. Здесь, такое ощущение, наверное, миллиметровая, если не будет, это норжавейка. Вот, ну, вот эту крышечку, или какую-нибудь другую, может всякую поищу, чтобы... Вот, здесь она подвешивается, хорошо. Чик. С горелкой, я не знаю, диаметром, ну, то есть, такой вот, маленькую горелочкой, если тут тоже, допустим, внутрь, ну, какие-то, которые на баллон, накрошиваются, сложил внутрь ее. Вот, ну, и как-то, ну, и что закрывается. Интересно, наверное, можно закатать металлической крышкой. Зачем покупать банки, если можно было сварить из нержавейки? А-то, и такое ощущение, что горловина, она вот сюда не расходится, а вот она вставлена, а здесь просто вот этот, ну, залит сваркой. Вот это вот. То есть, себестоимость у такого котелка просто зашкаливает. Потому что здесь сантиметров 10, по-моему, 100 рублей сантиметров берут аргонщики. То есть, уже плюс здесь еще сантиметров сколько? еще чуть ли не 20. То есть, это еще, то есть, получается, а, и плюс вот здесь еще вот залито вот так вот. То есть, сейчас, если вот такую заказать аргонщику, это тысяч пять только за сварку. Вот, не говоря уже про то, чтобы ровно согнуть, ровно вырезать, шлифовать, а еще приварить вот эти вот ушки. То есть, вот такая вот была раньше экономика, может, она была сваровать. То, чтобы сделать так. Дальше. То есть, это тоже вот сюда. А, я ее за 100 рублей купил. Вот, не знаю, зачем-то за полтинник еще один серб купил. здесь вот эти зубчики лучше. То есть, вот чуть-чуть подшаманить. Ну, чуть-чуть надфильком подточить, он, я думаю, будет вполне рабочий. Вот, ну, может, один, ну, может, оба порода. Вот. Ну, пока я выставил, опять же, еще трава, может, заготовки чуть-чуть не начались сильно. Поэтому пока никто не спрашивает, но смотрят, и там какие-то там избранные добавляют. Для меня это загадочно. Зачем их куда-то добавлять? С лейтенантом взял, докупил. Вот, он полтинник засерп. Дальше. Купил за сотню вот такую вот интересную вещь. токарный резец по дереву. Вот, 100 рублей треснута ручка, правда. Но вот здесь вот такое ощущение, что какое-то клеймо пока разглядеть не удалось. Потом вначале показалось, там, лев на стреле. Там вообще, думаю, лев на стреле, это может быть и полторы тысячи тогда. Вот, но это не лев на стреле, это вообще непонятно. Может быть, и вообще просто поцарапано как раз вот таким местом он. Да нет, хотя, вот, подручники, на подручники-то он лежит вот рядышком где-то. И здесь она как бы, ну, она как бы ямка здесь, то есть он боковыми гранями лежит. Вот. Ну, вот, похоже на клеймо, надо разбирать, смотреть, и чё, и чё это. Ну, может быть, опять же, много разных ферм хороших было. И это может быть... Ну, и даже если это просто, там, никаких коп, там, просто поцарапанность, то резцы для токарного стоят недёшево. То есть, можно шток накинуть. Вот. Купил вот за 30 рублей вот такую полукруглую стамеску. У меня их уже какое-то количество есть. Я вот не помню, какие у меня есть полукруглые. Я хочу собрать комплект. Это вот красный ободочек. здесь написано LMZ. Что там, 18, по-моему, да, снизу, U8A. Снизу цена 2,40. Вот. А, кстати, вот, если по ценам старым, здесь написано 15 рублей, то есть, вот такой вот. А вот на этом не написана цена, но где-то такие, по-моему, стоили где-то в районе 4,50. Ну, такого типа, где-то на каких-то колодках есть цена. То вот этот, считайте, в 3 с лишним раза. Вот. если это 4,50, то это больше, чем полурбанка. Хотя, вот, получились как бы три детали. Лезвие, вот этот ободок красный и рукоять просто выплавленная. Ну, вот, раньше, видимо, было, ну, как-то неосвоен, еще что-то или там какие-то сейчас добавляют пластификаторы, какие-нибудь еще какие-то присадки к пластику, что вот так стало проще намного лить. Потому что раньше как-то и видимые качества и цена, потому что сейчас пластиковая ручка, вещи копеечные. Ну, не знаю, опять же, производство вот этих их ковать, точить и как их делали. Но, опять же, сейчас станки с ЧПУ, поэтому проще. многие вещи. Ну, это ладно уже. То есть, ценообразование мне не всегда понятно. И вот на этом что у нас написано? Новосибирский ключик. Здесь ничего не написано цена. А вот на этом сколько я сейчас вспомню? Рубль пятьдесят. Полтора рубля. Так и я вот не знаю, по мне это сложнее делать, чем стамеску. Ну, хотя, вот это, конечно, вот просто штампуются ручка. Но, вот это вот все как-то сваривать, вытачивать, отрезеровать, потом шлифовать зубчики. Хотя, тут три детали тоже. Ну, не знаю, не знаю. И по металлу он больше. И металл здесь тоже должен быть не самый плохой, чтобы погнуло, не разогнуло. Вот. Дальше стамес купил на сто рублей еще пять стамесок. вот это я ручка была, там, какие-то остатки ручки, я их уже просто снял. Вот. Ну, интересно, обычно, то здесь квадратный хвостовик. Обычно он какой-то немножко не такой, чаще не попадались они, ну, ближе, как вот у напильников, как-то вот таким шестигранником на кон, ну, не на конус, как пирамиды, а здесь он практически квадратный. Вот. И такое ощущение, что, сейчас линейку не буду искать, что он все-таки пять восьмых дюйма, а они как-то 21, там, что-то такое, 22 миллиметра. Вот. И вот это вот они одного размера. Ну, это вот по форме явно Долото, ну, и потому, что разбита ручка сзади, это точно так оно и есть. Вот. Ну, клеем не видно, то есть какие-то там царапины есть, то ли клеймо, то ли не клеймо. Вот. Поэтому, а, и продает мужик, ну, понятно было, что у него какое-то там производство было, ну, когда-то у него была небольшая какая-то мастерская, там, что-то там они делали, двери, и тому подобное. вот сейчас распродать, ну, потихонечку. Я так понимаю, что он не только со своей мастерской, оттуда, отсюда, что-то там. Вот. Поэтому, если люди профессионально занимались, они, ну, и мне некогда там каждые полчаса затачивать, скорее всего, использовали бы менее качественные инструменты. Вот такая вот стамесочка тоненькая, написано Иракутск, 1963 год. А здесь написан номер 5 и какая-то вот такая, ну, какие-то инициалы, СВ, как будто. Вот. Ну, вот я, по-моему, у него же, или у кого-то другого купил, по-моему, другого, такой же вот формы рукоять. У меня уже есть одна вот, какой-то такой вот. тоже тоненькая. Но там вот номер, по-моему, не указан. А может, я вот тогда я и как бы, ну, не пытался разглядеть, как номер, может, и там теперь разгляжу. Не знаю, что такое Иракутск, что он там делал, может, как в Иракутае там сидел, может, еще что-то. Вот здесь вот такая вот стамесочка 12 миллиметров, цена 45 копеек, и, похоже, это турбобор. Турбобор считается одними из лучших стамесок советских. Вот, но рукоятку надо чуть-чуть подровнять, чтобы, ну, видеть, по ней стучали, а может быть, менять уже надо. Вот. И вот такая вот с пластиковой ручкой. Тоже явно по ней постукивали. Я, честно говоря, здесь не понял я, что это за клеймо, кто производитель. Как-то ничего не написано. ни сталь какая, ни ширина, ничего, название завода. Ну, скорее всего, тоже советская, потому что, если они какие-то 90-е делали, то навряд ли они в 90-е ехали в Китай за стамесками. Ну, 100 рублей за 5 стамесок. По нынешним ценам, в принципе, ну, с учетом того, что там вот одна сломанная, ну, за 500 можно их продать, я думаю. Такой комплект может стоить запросто по соточке. Ну, опять же, надо найти там, допустим, вот сломанную убрать. эти котеты тоже рукоятки разбиты. Вот. И купил, не знаю, что-то подозрение у меня сейчас вызывают, надо было попал. 6 листов токарных, маленьких, вот, 5 расточных и один. Ну, вот этот, как на отрезной похожий какой-то там подываете делать, вот. Ну, вроде как из быстрореза. Вот, чем он мне нравится его точить проще. и при необходимости там просто можно сделать вот, допустим, какой-то фасон придать, сделать. А здесь вот именно вот, тут, по-моему, как бы даже не резьбовой, ну, либо расточной из двух сторон сделан. еще вот этот нет, получается, четыре расточенных таких-то. Вот этот просто тоже такой вот длинненький, может быть. Ну, это вот он, по-моему, точно, подрезать, ну, здесь вот тоже сделан так. Ну, здесь как-то затупился. Вот, еще тоже похож на резьбовой, но не уверен. Навнутри я искал, тогда, что я не за сотку брал. Вот, ну, тут я их попалкинечку, ну, не знаю, дорого нет. вот, тут опять же, вот, сколько, мясо, еще дофига. Вот, и вот такой вот этот, по-моему, а, этот, ну, вот этот по виду должен, мне так кажется, быть с напаркой. Здесь без напарки вот, расточной. Ну, не знаю ее. Как-то, обычно быстро, немножко по-другому выглядит. Вот, поэтому у меня сейчас, честно говоря, есть небольшие сомнения, а, что у меня сомнения, давайте мы их на чем-нибудь проверим, наши сомнения. Это быстрорез, он должен царапать. Ну, да, вот он тут, в принципе, царапает. Уголком, ну, вот такие вот, шесть штук, по 50, 300 рублей. Сначала он вообще по сотке хотел бы, да, я не буду по сотке, я их там, по случаю, по 30 нахожу, и по полтиннику. Опять же, у меня вроде уже их много, но они, вот, скажем, чтобы, если это действительно резьбовые, они на них похожи. Вот я тогда, ну, пришлось, уже не совсем на блошину брать, в таком, в контейнере, в киоске. Вот. Ну, вот, собственно, вот такая вот куча всего. Был еще рубанок Дальдизель, алюминиевый, но я что-то поглядел, там подошву, по-моему, шлифовать, 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 шлифовать. Кривая. Вот. А там накладка не толстая, металлическая, на подушке, поэтому можно ее, к сожалению, всю ДДР прошлифовать, тоже, 150 рублей просили. Ну, вот. Что еще интересного было? Ну, то есть, каких-то, вот, непонятно, зачем я ключи купил. Про ключ у меня товарища спрашивал, разводной может. Может, это у меня, во-первых, три вот таких, такого вот типа, какой-то, я забыл, шведский, по-моему, называется. Вот. У меня, получается, здесь две в квартире и два в доме. А, ну, вот, теперь, четыре стола. Было три. Что, бывает, удобнее не искать, где-то подходящее, я его положил, как-то, сразу, и у него ручка, довольно, большая, получается, хорошая. То есть, такими обычными, когда надо подлезть куда-то, когда там надо что-то еще, а так, бывает удобнее, скажем так, будет два комплекта. Ну, посмотрю вот этот, что, как, насколько может, окажется удобнее, что буду и таким пользоваться. Вот, что еще там было веселого, хорошего. А, я понял, как, почему такие покупок много, потому что я по делам оттуда ехал, и с базара, как бы, я ехал, много брать не буду, так, чуть-чуть, ну, погляжусь, что-то. Это получилось наоборот, потому что вот эти рубанки, они где-то кило двести, что-то такое в районе весят, а этот вот весят в два раза в два, он что-то уже около трех. Если где-то около трех, это уже четыре, а это 805 килограмм. там стамески, килограмм, допустим, шесть, семь, ну, что-то не восемь килограмм, я еще потом по делам скакал. Ну, там еще кое-какие вещи были с собой. А что хорошего? Ну, не сказать, чтобы сильно большой базар был, но не маленький. Дальше, что еще можно сказать? Не помню, про цирку я говорю, в прошлый раз я его тоже видел, в этот раз такой, рассказывал, потому что средняя часть латунная, там, ну, сами вот, то есть они не иглы, но концы, ну, стальные, там, вверх, там, красивые, дорого. А, скамейку для, вот, для штанги, ну, и, соответственно, стойку, куда устанавливать штангу, продавали, потом, недорого, но ее, мне кажется, вполне можно перепродать, но ее уже, кажется, в рюкзак не засунешь, и надо. Ну, опять же, вещь такая, как сказать, много ли людей позволяют себе, там, поставить скамейку, именно штангу, это раньше, когда ничего не было, этих, там, там, какие-то 80-е, там, начало 90-х, то есть, варианты какие, когда-то либо ты ходишь в спортивную секцию, вот, а куда-то пойти, такой, именно тренажерных залов не было, пойти, то, ну, людям, соответственно, приходилось дома что-то иметь, там, гантели, гири, но штанги, это уже совсем какие-то такие, маньяки, тренажерных залов дофига, ну, понятно, что там где-то дешевле, но в тренажерке это и проще, и безопаснее, и разнообразнее тренажеры, соответственно, можно более качественно прокачаться, по-моему, даже не знаю, то есть, ну, по цене, цена хорошая, насколько покупают такое, вот, что еще интересного, ну, собственно, все, если посчитать, то, вот этот, где-то тысячи, ну, не знаю, можно даже за полторы выставить, но за полторы, я не знаю, возьмут, не возьмут, могут взять, потому что состояние очень неплохое, опять же, кто-то там сказал плохой, там, кому-то попался кривой, что он его долго шлифовал, вот, опять же, кто как шлифует, кто как это, вот, ну, скажем так, 1200 пускай будет, такой 350, такой тоже 350, итого 1900 с рубанков, скажем, вот, ключ, ну, пускай это 200, еще 400, 2300, серп 200, допустим, 2500, такая стамеска, 150, 200, 2700, резец 200, 300, пускай 200, 2900, стамесок, 5 стамесок, ну, минимум, там, оптом, допустим, что ручки сломаны, это, ну, минимум, 500 рублей, это что, 3400, ну, ну, Ресе пока продавать не хочу, ну, по 100 рублей, нет, то есть, Ресе для себя, 3, что-то у нас было уже, 3,4, по-моему, и это уже плюс 600, 4000, ну, аснастку, я не знаю, ну, пускай полтинник еще, 3, и сверло, там, сотку, так, и все, я уже забыл, ну, и эту, допустим, рублей, ну, опять же, смотря кому, 300, скажем так, 300, 250, ну, 250, плюс-минус, полтинник, вот, такая вот, будет, скажем, если это все продать, ну, и, соответственно, если все это купят, а еще две пластины, пластины 2 рублей по 30, допустим, берем, ну, полтинник, пускай двери, еще, вот, какие-то вещи, ну, на самом деле, я думаю, там, мне товарищ хотел серп, я тогда один купил, то есть, ну, какой-нибудь один, то ли этот, то ли тот, ну, я думаю, хоть один он заберет, и, может, то есть, выменяю, может, как-нибудь так вот, какой-нибудь, на, какой-нибудь, может, на металлолом, чтобы, допустим, ну, ну, опять же, если я взял за полтинницу, 5 килограмм металлолом, ну, мне как-то смысл, ну, можно, на 6, как-то килограмм, так или, на, если за 7, на 7 килограммовый, какой-то, там, две, каких-нибудь, железяки, там, накопал, интересных, для самоделок, вот, ну, то есть, вот, какая-то, такое, может быть, бартер, вот, может, что-то по себестоимости, да, может, еще, ну, вот, с маской, опять же, ты приходишь, серьезно, с хорошей, это одно, такое кривое, это, и другое, ну, с другой стороны, опять же, смотря, какой имидж, если, там, у тебя имидж, человека, который, за 3 копейки, удавится, опять же, бывает, кому-то, это не нравится, кто-то, ага, вот, с этим надо, человеком, дело иметь, там, за копейку, задавится, значит, за общие деньги, там, за общие 100 рублей, это, он точно там, никуда, лишнее не потратит, значит, с таким можно, вести дело, ну, опять же, это раз, у кого, какой имидж, что, опять же, какие, разные сферы, разные эти, вот, такая, история, ну, опять же, можно, вот, это, она, по-моему, привинчена, верхняя часть, ее снять, получится такая маленькая, закручивающаяся, баночка, что в ней складывать, какие-нибудь дети, ну, не знаю, что у нее можно складывать, ой, из нее можно, знаете, что сделать, корышечку снять, горелку, сверлить отверстие, вот эти вот, которые делают из пивных банок, а тут вот такая вот, и будете самым, и быть самым крутым, иметь, хотя, да, по-моему, хватит, как раз, кружку вскипятить, вот, ну, про вот это я тоже пока не определился, вот, опять же, удобно рука влазит, вот, либо вот на одного, что, заварить, какую-нибудь лапшу, попить чай, как раз, объем, либо на двоих, как раз, допустим, пошел, там чай скипятить, шук, и крышечкой можно закрыть, ну, либо, опять же, можно что-то там, на, собес, пособирать, по, опять же, короче, что закрывается, можно что-то настоять, можно, опять же, какой-нибудь там, не знаю, но это делают сейчас из термосов, для какого-нибудь там, самогонного аппарата, эта часть, поэтому, что надо, немножко вот эту, может, попробовать ее на токарном зажатии, как-то там, ну, уж, моего мощности маловато, чтобы ее, ну, разогнуть немножко, чтобы она, отделалась, либо поискать, какие-то крышечки, у меня есть, может быть, вот, но для похода, такого, какого-то экстремального, она тяжеловата, но зато, такое ощущение, что по ней можно стукнуть молотком, в этой банке, и ей ничего не будет, вот, что-то еще я хотел, ну, то есть, вот, тысячи на две, можно получить, ну, я рассчитываю, что, вот, с этого, я не знаю, опять же, я у банки, по 350, маленькие, ну, этот я к маленьким отношу, выставляю, ну, я их по 350, по-моему, ни одного еще и не продал, вот, обычный, скидываю, там, получается, ну, может, продал, я уж не помню, не важно, если я беру, там, в нагрузе, к такому, вот, получать, 1200, плюс 350, 1550, ну, там, скидка 50 рублей за опты, вот, поэтому, конечно, вот, ну, опять же, кто, может, как раз приедет, именно четверть, надо, что выбирать, тогда, и будет брать один, вот, что еще, интересного, а, это, по-моему, на прошлых было, да, выходных, ну, что-то в этот раз не было, жилет был, красивый, красивый, ну, что-то, как-то я стесняюсь, про жилеты, вот, потому, что вчера разговаривали, там, одна, торгует, тетенька, вот, и что, ну, все уверены, что она, именно, собирает на помойках, все это, вот, и опять же, вот, кто-то, фу, помоечники, но, ребята, вы знаете, сколько люди зарабатывают, там, на этом, то есть, оно вроде кажется, что фу, фу, да, ну, нафиг, там, что это, какие-то бомжи по помойкам лазят, зарабатывать они могут очень хорошо, потому, что, ну, допустим, какие-нибудь штаны, ну, то есть, мало кто носит дедыр, мне, вот, как-то товарищ отдал, пять штанов, или шесть, я уж не помню, шесть, там же джинсы, в основном, шью иногда, вот, на базаре такие стоят по соточке, по полтинничку, вот, если бы у него, скажем, товарища не было меня, которому нужны, то он бы их вынес, так же в кульке куда-то, вот, и они потом бы, это, то есть, шестьсот рублей сразу, ну, пускай, не шестьсот, пятьсот, там, вот, и такого они, вроде все копеечные, это, но они продаются, это просто, ну, на тысячи рублей, ежедневно, ну, не ежедневно, то есть, вот, два этих выходных, то есть, у них доход, выше среднего, по городу, официального, может быть, вот, и там, просто, как каким-то мусором, вроде это, кажется, что, вроде ничего, никто не берет, а вот, как раз, скажем, рубанок, вот он, вещи, это, вроде, когда, там, сразу чуть ли не касали, заработал с него, но его, там, берут раз в месяц, а вот, такой, вот, по мелочевке, вот, с этим мусором, они, просто, у них, зато, там, у них сотни продаж, в день, ну, в торговый день, соответственно, пять дней лазят, по помойкам, собирают, опять же, люди, там, уже знают, где-то, возле, каких-то базаров, рынков, потому, что, там, что-то, порвалось, куда-нибудь, выкинули, с каким-то, там, измазалось, торговцы выкинули, ну, что-то, там, не кондиция, а они, раз, и, там, да, тысячу не стоит, а, там, за полтинничек, за сотню, типа, зашьете, да, новое, только, вот, порвало, вот, опять же, там, какие-то, кто-то, что-то берет, носить, на работу, гастарбайтеры берут, и они, там, чуть ли не в очередь, стоят, со всяким, вот, и, что, там, человек рассказывал, что, там, один, вот, что-то, жаловался, ты, кто-то, с помойки торгует, да, что-то, сегодня, плохое, это, всего, 10 тысяч, за день, ну, не знаю, может, он, приврал, но, это плохой день, по словам, торговцы, 10 тысяч, вот, и считайте, если, это, значит, 20 в неделю, вот, и считайте, сколько зарабатывать могут на помойках, вот, поэтому, вот, я как-то, по помойкам-то, я не лазил, но, я выступаю, то есть, какой оборот вещей выкидывается, опять же, они же не все собирают, что-то, уходит, опять же, там, они же не только одежда, там, допустим, кто-то, какие-то банки ненужные вынес, они тоже, не знаю, по 3-5 рублей, опять, там, 10 банок, уже полтинничек, и там, и чик-чик, и оно все в кучку, в кучку, вот, такие вещи, могут быть, вот, то есть, поэтому я за переработку, чтобы все это вот не выкидывалось, не это, потому что, ну, если вещи могут еще ходиться, значит, кто-то в них, ну, есть какие-то, всякие, ну, кто собирает, там, потом куда-то, для малоимущих, и так далее, вот, ладно, благодарю за внимание, всего доброго, удачи, вот, Продолжение следует...